МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большинство как профессиональных фотографов, так и фотографов-любителей. Также премия будет интересна всем, кто обычно участвует в фотографическом процессе. Такие как визажисты, декораторы и модели, естественно. А как появилась вообще идея организовать подобную премию? Ну, наше сообщество существует уже два года. Проводится очень много проектов, как масштабных, так и мини-различных фотосессий. И очень захотелось как-то высказать уважение всем нашим участникам, фотографам и вообще завести как-то культуру фотоискусства и честного мнения всех фотографов в нашей стране. А сложно ли мониторить работы всех фотографов в нашей стране? Потому что их же огромное количество, в том числе и фоторабот. Это самый сложный вопрос, который забирает у нас больше всего времени, потому что, естественно, большая команда работает над этим для того, чтобы проводить анализ, собирать архивы и базы данных по фотографам и по их работам. Вот искусство – это очень сложное дело, наверняка будет много обито. Вот по каким критериям все-таки определяли, какая фоторабота лучше той или иной? Надо обратить особое внимание, что здесь не идет речь о конкурсе фотографий. Здесь речь идет о достижениях фотографов в определенном своем сегменте. То есть мы не рассматриваем лучшие фотографии, мы рассматриваем фотограф как личность и как талант. В чем он себя проявил, как он вырос за этот год, какие у него были достижения в плане конкурсов или участия в каких-то мероприятиях. То есть совокупность разных критериев – это не только его фотографии. А вот в нашей стране очень много именитых фотографов. Могут ли молодые фотографы рассчитывать на то, что им тоже дадут премию? Конкурс премии, извиняюсь, открыт абсолютно для всех, поэтому мы принимаем как и заявки от новых, начинающих фотографов, так и от любителей и, соответственно, естественно, от уже заслуженных деятелей. Вот вы как раз сказали слово «конкурс». Мы знаем, что 1 декабря как раз стартует конкурс для всех фотографов. Расскажите об этом поподробнее. Это отдельный проект, который будет проводиться впервые в Молдове. С 1 декабря мы надеемся, что это будет хорошая тенденция на следующие года. Это будет запущен конкурс профессиональной фотографии в определенном жанре. Тема конкурса – коллекция мгновений. Мы надеемся увидеть много хороших фоторабот, где ощущается яркость передачи какого-то момента, эмоций, ощущений. И этот конкурс будет проходить на сайте Photo Project MD. И, естественно, победители ждут ценные призы. Вот в связи с этим есть еще один вопрос. Вот обычно считается, что хороший фотоаппарат – это гарант хороших снимков. И наоборот, иногда там хорошие снимки делаются на некачественную технику. Вот с вашей точки зрения, вот что все-таки важнее – хорошая техника или все-таки чувство прекрасного? Есть единственное слово, единственный ответ на этот талант. Скажите, вот вы сказали о том, что этот конкурс будет проводиться впервые, да, начиная с 1 декабря. В чем уникальность его? Впредь в нашей стране, к сожалению, никто этого не проводил. Надеюсь, что мы заведем хороший тон этому. Да, у нас проводились конкурсы и серьезными организациями, и организациями союзов художников. Но на территории нашей Молдовы, то есть от нашей страны, это будет впервые. А как можно будет принять участие? Любой участник может загрузить свои работы на сайте и наблюдать за тем, что будет происходить дальше. Ну и, наверное, один из самых важных вопросов, где можно найти очень подробную техническую информацию для тех, кто сейчас хочет принять участие в этом конкурсе. Те, кто хотят участие принять в конкурсе, они набирают PhotoProject.md и читают правила и начинают участвовать в конкурсе с 1 декабря. А те, кто хотят поучаствовать в нашей премии 13 декабря, мы ждем их всех на сайте tfp.md. На премию вы приглашаете всех тех, кто получит эту самую премию? Или может оказаться для кого-то сюрпризом? Нет, конечно же, это будет сюрпризом. Никто не знает имя победителя. Мы 11 декабря озвучим публичные имена номинантов. Каждой премии «Фотограф года» и «Открытие года» будет по 5 человек названо. И о том, кто победит, мы знаем об этом только 13 декабря. Ну что ж, Анна, вам огромное спасибо за беседу, за то, что привлекаете всех неравнодушных к фотоискусству. Спасибо вам. Ну а мы сейчас предложим посмотреть рубрику «Звезды в объективе» и узнать, что происходит в жизни узнания недостей. Редактор субтитров А.Семкин